Всем привет! Сегодня я вам покажу макияж на каждый день, но с изюминкой. Губы у меня, как всегда, сухие, но к ним вернемся позже. Для начала я поставлю патчи, чтобы убрать припухлость в зоне хайлайтера. Они пощипывают и выравнивают рельеф, для того, чтобы последующее нанесение средств было ровным. Для губ я нашла скраб с маслом. Говорят, это очень хорошо отшелушивает губы и сразу же увлажняет их. Мне не очень понравилось, как выглядела упаковка после первого применения. Я сняла верхний слой, теперь буду наносить только через палец. Но губы выглядят неплохо. Вытираю все салфеткой, снимаю патчи, вбиваю остатки пальчиками и перехожу к тональному крему. Я взяла простейший тональный крем типа Maybelline, только Cover Girl. Он очень популярен в Америке среди подростков, потому что цена его 3 доллара. Наношу его мягкой кистью дуофиброй, и это лишний раз доказывает, что любой тональный крем, если правильно подготовить кожу и наносить его вбивающими движениями, будет выглядеть вполне прилично. Похоже, пора вернуть неделю тонального крема, где я тестирую и сравниваю дорогие с дешевыми. Я перехожу к консилеру, его я использую от NYX, он фиксируется на коже, поэтому работать надо быстро, зато он хорошо перекрывает синячки и создает ровное плотненькое покрытие. Я такое люблю. А теперь я использую палетку для контуринга, это Makeup Obsession, очень красивая палетка. Я смешиваю все три оттенка, и они дают небольшую теплинку, но и также скульптурируют лицо. Все движения у меня идут наверх, чтобы придать лицу лифтинга и не поставить тень там, где она не нужна. Теперь я беру самый холодный оттенок из палетки и скульптурирую только им нос. В этом деле самое главное нарисовать тонкие полосочки, подходящие твоей форме носа. Теперь, чтобы все зафиксировать, я беру рассыпчатую пудру бюджетного бренда Maybelline, закрепляю только Т-зону, чтобы не ушло сияние. Высветляю себе скулы, чтобы подчеркнуть их. У меня нижняя часть лица не такая активная, как верхняя, поэтому я это компенсирую. Ну и не удержалась, девочки, она такая красивая. Эта палеточка Девор досталась мне от подруги разбитой. Представляете, она хотела ее выбросить. Осуждаю. Шучу. Спасибо. Мне пришлось покупать сама. Мне тут очень нравится светлый оттенок. Это, по сути, очень мелкие блестки с сияющим напылением. Не знаю, то ли мне эта палетка нравится из-за того, что я ее спасла, либо она действительно классная. На скулы я смешиваю два оттенка, более песочный и светлый. Ставлю блик и хорошенько зашлифовываю. Следующим на очереди идут румяна персикового оттенка. Они придадут немного свежести и соединят макияж. Наношу совсем слегка, а также дублирую на веки. Брови у меня не густые, но и не тонкие. Я буду делать их, естественно, широкими и прямыми. Я очень люблю помадки. А у этой помадки от Benefit даже есть ребристый край, где можно оставить излишки самой помадки. Хвостик брови я рисую чуть выше своего. Для того, чтобы приподнять свой взгляд, это моя самая проблемная часть бровей. Я всегда хочу ее поднять наверх, поэтому все движения помадкой у меня идут наверх. А сейчас я раскрою секрет натуральных бровей с ярким эффектом ламинирования. Это укладка гелем Pussy. Я долго искала идеальный гель, который будет не склеивать волоски и надолго фиксировать. Это российский бренд. Их гель уже больше года главный бьюти бестселлер. Я уверена, вы наверняка слышали. У него очень тонкая щеточка, которая укладывает волосок к волоску. Буквально за минуту брови приобретают идеальную форму. А мой лайфхак обратной стороной колпачка. Я немножко поднимаю начало брови наверх. И буквально за 2 секунды он фиксируется. И посмотрите, я как будто бы после ламинирования бровей вышла. Я его беру обычно на Wildberries. Ссылку оставлю в описании. А теперь я перехожу к макияжу глаз. Он будет максимально простой, но со своей изюминкой. Это палетка Revolution Pro, которую я думала, что буду использовать для праздника. Или хотя бы для выхода вечером. Но нет, я ее использую на каждый день. Светлым оттенком я прохожусь по подвижному веку. Так как у меня небольшое подвижное веко, я его увеличиваю с помощью светлых оттенков. А складку века я углубляю матовыми коричневыми оттенками. Наношу в складку и поднимаю немного наверх. А теперь, казалось бы, ну куда дневной макияж? Зачем я наношу эти блестки? Можно же просто добавить сияшку. Но самое интересное, что блестки смотрятся натуральнее и естественнее, чем шиммерные или перламутровые тени. Я не знаю, как это работает, но мне очень нравится сочетание этих блесток и матовых теней. Рисую стрелки матовым коричневым карандашом, чтобы не перегрузить макияж, и он остался дневным. Ну а теперь ресницы я использую керлер и тушь с очень тонкой щеточкой для того, чтобы прокрасить их от корня. Салфеткой вытираю с нее излишки и каждый раз моргаю, прокрашивая в направлении, которым хочу уложить. Можно безумно быть первым, но это не я придумала. Для того, чтобы сделать ресницами естественные стрелки, я выпрямляю их утюгом. Они становятся более плоскими, создавая как будто бы эффект нарощенных ресниц в изгибе L. Кто наращивает, тот знает. Пока тестирую этот лайфхак из инстаграма. Не знаю, приживется он у меня или нет, но так можно наделать много ресничек. Ну а теперь перехожу к своей любимой части после бровей. Это губы. Для них я использую все тот же коричневый карандаш для глаз, прорисовываю им форму и сразу же растушевываю. Он фиксируется, но это и нам на руку. Такой макияж губ продержится весь день. Остатками продукта на кисточке я прохожусь под губой чуть ниже контура, создавая естественную тень. Так делать не обязательно, но можно, когда у нас четкий контур. Я прокрашиваю только уголки, то есть центр остается у меня пустой. Я оставляю место для тинта. Бордово-красный тинт от Lime Crime в оттенке кола. Им я также дублирую уголки губ, а остатки стягиваю к центру. Таким образом губы получаются объемнее, но остаются натуральными. Тестирую помаду на стойкость. Такой вариант нанесения полностью не отпечатывается. А у меня получился вот такой вот макияж. Сейчас я буду думать, что делать с волосами. Мне в принципе нравится и так. Но я решила собрать волосы наверх и выпустить передние пряди. Надеваю сережки кольца. И что-то мне захотелось нанести блеск. У нас стойкая помада, она выдержит блеск несколько часов. У меня сейчас гостит мамин кот Федя. Он так и лезет в кадр, прирожденный артист. Мне настолько понравился этот макияж, что я решила себе сделать зализанную прическу, как делают все в инстаграме. Это низкий хвост. Для фиксации маленьких прядей у лица я использовала гель Pussy. Он хорошо держит бэйби волоски. Образ готов. И теперь я полностью готова для того, чтобы покорить еще один день. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...